Первый канал и компания «Телеформат» представляют ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дяденька, купите браслетик. Ой, у вас упало. Да ничего. Девочка, куда побежала-то? А браслет? Вот девчонка хотела мне браслет продать. Увидела удостоверение и сбежала. Дай посмотреть. Да, по-моему, ничего особенного. Ну что, поехали домой? Подруга Наташи попросила ее присмотреть за домом, пока та отдыхает на море. Наташа расценила это как повод для каникул и пригласила Федора и Алексея Насонова отдохнуть на природе в деревне Просковьино. Зря мы с тобой в магазин ходили. Да ничего, все съедим. А ничего, так твоя подруга домик-то у нее. Ого-го. Ну да. Хороший домик. Ну что, пойдемте в дом? Пойдем. Ириш, ты где? Беда у нас? О, здрасте. А Ирина где? Как, на курорте? А, да, она же говорила, что на курорт собирается уезжать. Я местный участковый, лейтенант Ягодка, а вы, стало быть, подругой Ирины, да? Ну да, я Наташа. А что случилось? Вы говорили, беда? Да, понимаете, у нас тут преступление в деревне совершено. Ага. Ну, пойдемте поговорим. Да, пойдемте. За чаем Ягодка рассказал детективам, что произошло этим утром. Очень приятно. А я частный детектив, меня Алексей зовут, это мои помощники. Тут у нас дело такое. Значит, у нас есть одна женщина, Варвара Копейкина. Она каждое утро приносит парное молоко профессору Суворину. Он тут недалеко живет. Утром сегодня приходит, а оставлены на окнах открыты. Дядя Лёва! Дядя Лёва! Почему у вас дверь открыта? Ау! А у профессора фобия была. Он на ночь ставни двери все очень плотно закрывал. Вроде как у него старинная коллекция зашибическая была. Так, и что с ним было-то? Скорая приехала, сказали, умер от инфаркта. А тебе кажется, что здесь что-то не то? Да сомневаюсь я, что он сам помер. Понимаете, профессор, он всю жизнь барахло всякое коллекционировал царских времен. Вот прям трясся весь, когда слышал, что где-нибудь продается там зеркальце или пудринца старинная. А тут еще дочка его приехала. Ну и закатил скандал. Здрасте. Это ты что ли участковый? Да, лейтенант Ягодка. Да я вам звонил по поводу случившегося. Примите мои соболезнования. И это все убийство расследовать никто не будет? Убийство? Какое убийство? Погодите, погодите. Врачи сказали, что ваш папа умер от инфаркта. Это естественная смерть в его возрасте. И вы верите, что отец умер просто так? Да он здоровый был. Он до последнего дня верхом ездил. Он спортивный был. Да, кстати, это правда. Он ведь никогда и на здоровье-то не жаловался. А из дома-то что-то пропало? А в том-то и дело, что неизвестно. Вроде как старик коллекцию-то дома хранил. По всему дому были там нашпигованы, камеры и все. А что именно, в каком количестве, неизвестно. Вы знаете, как в сказке. Пойди туда, не зная. Куда найди, то не зная чего. Подожди, подожди, а что дочь не знала, что у отца хранится? Не знала. Говорит, что коллекция не имеет никакого отношения. У нас полиция как считает? Умер старик от сердца, ну чего еще надо? Ну и правда, может, есть смысл угомониться. Дочка говорит, что он умер от шока. А кто его там напугал? Что там было на самом деле? Черт его знает. Может, поговорите с ним, а? Слушай, ну вообще-то я отдыхать сюда приехал. Ну ладно, пойдем поговорим. Элла рассказала, что обратилась в полицию, потому что ее отец был спортивным человеком, до последних дней занимался верховой ездой, и поэтому не мог умереть от банального инфаркта. А где опись коллекции отца, Элла не знает. Но у полиции есть возможность выявить, было ухищение или нет. Я же говорю, мое начальство мне запретило расследовать это дело. Сказали, старик умер от инфаркта, пускай родственники двери закроют и живут спокойно, и радуются свалившемуся наследству. Так, барышня, вы извините нас. Ну-ка, пойдем на секунду. У вас тут полномочий своих не хватает. Вы извините меня, Алексей Викторович. Дело в том, что я от Ирины знал, что у нее подруга помощница частного детектива, но вот пришел к ней, чтобы ваш телефон взять, а тут вы, понимаете? То есть ты сам, что ли, работаешь в свободной службе время? Ну, получается так. А представляете, если его на самом деле убили? Может, поможете? Ну, конечно, ну, пойдем. Элла, покажите то, что вы нашли. Так это же наше объявление, правда, старое. Да, вот я нашла на тумбочке у кровати отца. Он хотел к вам обратиться, наверное, но не успел. Ладно, я возьму за ваше дело. Только вы мне вот здесь напишите всех его знакомых, и адрес конюшни, где его конь стоял. Я не знаю знакомых отца. Викуся, ты знаешь? Да, конюшня наша, местная. Профессор дружил с местным конюхом Стасом. Ну, ладно. Если вы знаете что-то новое, звоните. Да хотя там чего звонить, я вот через дом, квартирую. Спасибо вам. До свидания. А откуда он у вас? Да это девочка на рынке хотела мне продать браслет. Вот потом к силу мою увидела и убежала. Браслет оставила. Блин. Забыл ты. Вдруг у нас коллекция профессора. Ну, мы же не знали. Так, Наташа. Обойдешь людей по этому списку. У кого-то из них, хопись, коллекция профессора. А я? А ты поехали со мной на рынок. Будем искать эту девочку. Алексей и Федор объехали всю округу, но девочки нигде не было. Ну, если девчонка занимается продажей краденого, надо выяснить, с кем она общается. Пойдем-ка вот сюда зайдем. Ну, вы сделали свой выбор, что-нибудь заинтересовало. А скажите, сколько стоит вот этот браслетик, а? Вот этот, о, это старая работа, 18 век, черненое серебро с аметистами и сапфирами. Стоит всего лишь 80 тысяч. Я думал, бижутерия какая-то. Сразу видно, что вы ни в чем не разбираетесь, молодой человек. Да, ценная вещица. Он бы дороже стоил, если бы у него была пара. Вот видите, дырочка, это парный браслет. Туда прицепляется еще один, а когда они вдвоем вместе, они красиво звучат. Желаете посмотреть? Да нет, нет. О чем разговаривать, если пары нет? Пойдем, сынок. Ага. Надо было посильнее на нее нажать, все бы рассказала. Да нет, Федь, не такую. Жми, не жми, она ничего не расскажет. Лучше осталось и здесь, посиди в машине, понаблюдай за входом, вдруг девочка появится. На, держи. Ага. Тем временем Наташа пришла к Варваре Копейкиной, матери Ани, которая поставляла профессору молочные продукты. Она сказала, что не знает, где ее дочь, но сообщила, что Аня подружилась с профессором и часто бывала у него в гостях. Варвара, у меня еще один к вам вопрос. Скажите, вы не знаете, у кого хранится опись коллекции профессора? Знаю. У Стаса она хранится. Стас, он же ему как сын, ну или как внук был. Он у него коня обучал, соколика. Вот у него хранится эта бумага. Да. А я еще дядю Леве-то говорила. Говорю, ну зачем вы дядю Леву доверяете? Парень же из многодетной семьи, приводы в милицию с детства. Он же сидел даже год назад за ограбление ларька. Да, точно. Стас. Это вот он приручил старика. А сам, наверное, это все и... Варвара, ну вы так не волнуйтесь. Мы обязательно во всем разберемся. Находясь на отдыхе, детективы расследуют дело о смерти коллекционера Суворина. Все вокруг утверждают, что старик был крепким и спортивным и не мог так внезапно умереть от инфаркта. Профессор Суворин собирал старинные украшения, но опись дома не держал. В ходе расследования выясняется, что опись старик доверил местному хулигану Стасу. В это время Насонов беседовал с участковым ягодкой. И она его продала. Да не продала, а скорее отдала на реализацию. Скупчица сначала должна понять спрос, а потом же решить, сколько денег отдать этой дурехе. Девчонку надо искать. Кстати, а в крови старика ничего лишнего не нашли? Да не знаю. Думаете, намеренно его убили? Значит, я был прав. Слушай, а ты можешь потрясти экспертов? Ну так, скажем, по-дружески, неофициально, а? Извини. Стараюсь. Да. Так. Ну тогда давай, заезжай за мной. Ну что-то новенькое. Ну мне это можешь сказать, я же свой. Ну я же участковый все-таки. Да, кажется, профессор хранил в опись своей коллекции у кониха, у местного Стаса. А, Стас Мансуров. Да, хороший коних, правда проблем с ним очень много. Я его еще помню, по школе главный хулиган на деревне. Сидел, кстати. И старик у него хранил опись? Да я вот сам не понимаю. Как так может быть? Можно я с вами? Нет, друг, тебе с нами никак нельзя. Ты же власть, а он судимый. Испугается тебя. Ну ладно, я тогда пошел. Да, кстати, маман Суворина в город уехала, а дочку просто здесь оставила. Адрес есть городской? Да, есть, конечно. Понимаешь, я давайте запишу, да, выезжайте, а я здесь на столе оставлю. Ну оставь, оставь. В поисках Стаса Алексей и Наташа приехали к конюшне. Здравствуйте, вы лошадок посмотреть? Что-то поздновато. Здравствуйте, я частный детектив, меня Алексей зовут. Мы занимаемся делом о смерти Льва Суворина. А, ну раз так, тогда пойдемте. Красавец, правда? Вы хотели меня о чем-то расспросить? Но я ничего не знаю, я все время тут. А, нам стало известно, что Лев Суворин хранил описи коллекции здесь у вас. Почему? Ну, хоть и камера-то у него была понатыкано. Старик-то жил один, дочерью он своей доверять не мог, вы ее сами видели. У Варвары дочка малолетняя, тоже дом ненадежный. А мне он доверял. Вот тут, посмотрите, здесь самое ценное хранится. Там стоят галочки напротив, что здесь, мол, они хранятся. Я это все хранил здесь у вас. У меня пять младших братьев, не семья, а мультик к осторожно обезьянке. Все самое важное я храню тут. Так, а здесь что? Давайте вы лучше это дома посмотрите. И все это он доверял ранее сидевшему? Да я молодой был, дурак. Мы возьмем, все вы не против? Да, конечно, но вы только верните потом, ну, кому это все завещено, ладно? Да, само собой. А как вы думаете, кто мог желать смерти профессору? Да я даже не знаю, он был несчастный, одинокий человек. Говорят, внучка к нему стала ездить, она и сейчас в доме осталась, не побоялась. Внучка взрослая стала, ушлая, за дедом ухаживала. Ну, теперь, наверное, сидит, свое добро пересчитывает. Слушайте, у вас все, а то мне кони надо чистить. Спасибо. Спасибо. Эй, Ягодка, вставай, давай. Кажется, заснул я. А что же я хотел сказать-то? А, у Стаса алиби. Его на трое суток в обезьянник посадили на станции. Утром только выпустили. Вот, подрался с кем-то. Серьезно? Она вам вообще ничего не сказала. Ну, типа гордый. Ну, так ведь мы и не спрашивали. Ну, что, может быть, в дом поужинать или чаю? А вот Варвара, кстати, творог ватрушки принесла. А что там приходилось? А, да Варвара добрая женщина. Ну, Наташ, мне не надо, поздно уже. Я домой поеду. Жена запилит еще в участок, надо вещдок оформлять. Да и утром рано в город ехать. Я пойду. Все, до свидания. До свидания, Наташ. Так, ну вот смотри, браслет. По легенде принадлежал одной из Снежон Романовых. Черненое серебро, драгоценная камня. Так, и где сейчас этот браслет? Да, вон, участковый повез сдавать в этот город. Что мы имеем? Старик-профессор умирает от конфаркта. Ценности. То ли пропали из дома, то ли не пропали. Так, и еще у нас есть Варвара Молочница и ее дочь Аня, которую мы пока не видели. Также интересный персонаж конюх Стас, но у него стопроцентное алиби. Единственное, чего я не понимаю, почему часть драгоценности хранилась у Стаса в конюшне, а не у деда в сейфе? Да, тут вариантов масса. Ты не забудь, что у профессора было наше объявление. То есть кому-то он не доверял. Ну что, пока один из главных фигурантов – это девочка Аня, которая может оказаться девочкой с рынка. Поэтому делаем так. Мы с тобой завтра в дом профессора. Посмотрим по описи, что пропало, что не пропало. Камеру поечешь. А ты на рынок будешь девочку искать. Здравствуйте. Можно вас на минутку? Доброе утро. Что-то случилось? Да, знаете, вы сегодня собираетесь к профессору. Вот вам ключ от комнаты с коллекцией и место ее расположения в доме. Ну, Элка, наверное, свой нос туда уже сунула. Вот, на втором этаже, видите, комнату. Слушай, а ты не знаешь, где у профессора камеры, как ими управлять? Ну, вот камеры я отметил на плане. Как ими управлять – нет, не знаю. Профессор раз в день проверял запись, но как – я даже не в курсе. Я по лошадкам больше. Спасибо. Детективы решили осмотреть дом покойного профессора. Дверь открыла заспанная Вика. Че, теперь знаете, что искать? Ищите. Дурацкие побрякушки. У меня дома в шкатулке еще круче есть. Вещицы в коллекции твоей деда были антикварные. Им цены нет. Ну и куда их наденешь? Все туское, не понтовое. А ты видела? Ну, видела. Мне дед показывал. Вы знаете, где искать? Идите ищите. Смотри, тут по схеме Стаса камера, где должно быть, на вход работать. И вторая уже около комнаты. Так что давай ищи. Ну и как ты отпечатки пальцев здесь снимешь? А я... А я позвонил лейтенанту и попросил взять инструменты с собой. С камерами разобрался? Да. И сигнал должен приходить куда-то сюда. Вот. Перчатки я сам сниму. Вот вам. Перчатки. Я вам не мешаю. Наташа все утро ходила по деревне. И, наконец, ей удалось засечь девочку у местного ломбарда. Ты дура, Анька. Чего сегодня-то приперлась? Где мои деньги ты сегодня обещала? Да мало ли чего я тебе обещала. Отдай. Или скажу всем, что ты краденое скупаешь. А у кого я беру-то, интересно мне, а? Я еще ребенок. А у тебя две зоны за спиной. Деньги давай. На, бери. Мансурова дала Ане 40 тысяч рублей. Хотя продала его за 80 тысяч. Сейчас мы в полицию пойдем. Хочешь? Наташа удалось проследить за девочкой. Та направлялась в комитет. Я деньги принесла. Смотри, их мы сустав для Барсика хватит. Ты обалдела совсем, Аня. Откуда деньги? Не бойся, это мое было. Надо Барсика спасать. Аня, ты что-то взяла у него? Я его любила, но ему это уже не нужно. Так, Аня, сейчас мы идем к ягодке и все ему рассказываем. Так это ты взяла ценности из коллекции старика. Я не крала. Это мое. Анька, дура, стой, там болото. Приехав отдохнуть на природу, детективы оказались втянуты в расследование дела о смерти профессора Суворина. Профессор был спортивным и здоровым пожилым мужчиной, поэтому его смерть всем вокруг кажется подозрительной. Суворин собрал внушительную коллекцию антикварных ценностей, одна из которых – браслет. Оказывается, у местной девочки Ани. Но детективы никак не могут ее найти. Федор не смог взломать хитрую защиту профессорского ноутбука на месте, и он взял компьютер с собой. А что, ягодка не звонил? Нет, как выехал, пальчики слечать, так ни слуха не дыхал. Так, все, готово. Смотрим. Вот. Вот та самая девочка. Ты уверен? Давай дальше. Так, сейчас, вторая камера. Так, а это что такое? А тут вот камеры были обесточены, все, что успели передать. Значит, все-таки Аня. Ну что, Сталик, поднимайтесь давайте. Нет уж, лучше вы к нам. Видишь, это для кого-то день не зря прошел. Где купались? Аню искали, так и не нашли. Ну, давайте, переодевайтесь, потом расскажете. Что, сильно устал-то? Да нет. А что надо сделать-то? Понимаешь, Элла не при делах, я хочу, чтобы ты зашел в комнату профессора и посмотрел, ну хотя бы приблизительно пропал там что или нет. Что, сейчас пойдем? Ну, давай, переоденешься, обсохнешь, пойдем. Вот здесь были два подсвечника серебряных. Вот здесь вот шкатулка стояла. Вот видите, следы остались? Лет сто, наверное, стояли. Кстати, вот здесь вот был набор ножей. Вот, такой из черного серебра с эмалью. Вот здесь вот две лошадки стояли, так тоже серебряные. Красивущие. А вот здесь вот были детские игрушки. Взяли самое дорогое, а? Да самое дорогое у тебя как раз осталось. Ну, я имею в виду из того, что было. Ну, спасибо. А Аню так и не нашли, да? Да это моя вина. Я знал, что она ужасно переживает за Барсика. Барс это конь. Он напоролся три месяца назад на какую-то дрянь и воспалился сустав. Требуется замена коленного сустава. Это офигенные деньги. А Аня решил их раздобыть. Даже не думал, что она до этого дойдет. Наверное, надо было обращаться в какие-нибудь благотворительные организации. Ну, отец Аня, хозяин коня, он не хотел его лично. Да Барсик не племенной. Его проще на завод сдать. На какой завод? Ой, ну это вообще ужасно. Ладно, все это лирика. Главное, что они не нашли. Да, не нашли. Что же вы не догадались? Коня с собой взять? Куда? В лес? В болото? Да ни один конь не пойдет. Понятно. Конь ценнее человека. Что ты сказал? Так все, все, спокойно. Ну, это правда. Лошади лучше некоторых людей. Нам нужно найти Аню. Прочесать лес, деревню. С ней может случиться беда. А сколько с ней денег было? 20 тысяч. Немного. Ну, и для тебя немного. А для деревенской девочки это немыслимая сумма. Алексей решил оставить Наташу дома, а сам с Федором и Стасом отправился на поиски Ани. Значит, пальчики на ручке двери принадлежат профессору, его внучке Виктории и Ане Копейкиной. Надо в город за девочкой ехать. Да не надо никуда ехать. Ты сюда подмогу вызывай. Она здесь пропала, в деревне. Вот так вот всегда. Пока ерундой всякой занимаюсь, тут происшествия происходят. Стас. Понял. Я сейчас со своими друзьями-охотниками лес прочешу, а вы по деревне пройдитесь. Федь, давай, ты с той стороны, а я с этой. Ты про коня спрашивал? Да. На, ну, держи. Это мне? Да. Помочь тебе? Да не, я сам, спасибо. Ну вот, а ты хотел своими ногами по нашим лесам? Ух ты. Пошла. Опа. Насонов и Федор, а также деревенские мужики и наряд, вызванный ягодкой, несколько часов прочесывали лес и деревню. Ане нигде не было видно. Сейчас поедим и опять пойдем искать. Да никуда мы уже искать не пойдем. Спать ляжем, ночь на дворе. А пирожки откуда? Ты что ли научилась? Да нет, Варвара заходила в мать Ани. Слезно умоляла не сажать ее дочь в тюрьму. Ну вот и как им всем в глаза смотреть? Воспитают детей, а потом в ноги бросаются. А мне вот все-таки интересно, профессор-то от чего умер? Я думаю, от шока. Как доверял человеку, неприятно же потом было увидеть среди сокровищ. А кстати, знаете, что я узнала пока со Стасом по лесу Аню искала? Ну, почему она считала эти драгоценности своими? Да я думаю, потому что профессор завещал о своей коллекции. Ну, Алексей Викторович, с вами неинтересно, вы такой умный. А ты держись рядом, может, и к тебе немножко ума прилипнет. Я вот думаю, интересно, Вика знала, что она зря деда обихожает? Да и потом ты давала мотив не Вике, а Ане. Она так хотела коня спасти, что стариком пожертвовали. Так, давайте закончим мозговой штурм на сегодня. До утра. Согласны? Алексей Насонов Викторович, привык доверять своей интуиции и решил пройтись по спящей деревне. Тятенька, спасите меня. Я есть хочу. Сейчас, сейчас. Спустя полтора часа Аня Копейкина была спасена, но следствие еще не было закончено. Ну, погодите, Алексей Викторович, как вы догадались, я не понимаю. Да со мне вещи приснился, вот и пришел сюда. Понимаешь, все мне покоя как-то не давало. Вика какая-то слишком индифферентная. Ну, хоть для виду поучаствовал, что ли. Все-таки родной дед как-никак. А ночью профессор мне приснился. Стоит и пальцем грозит, смотри, и говорит мужик. Кто про камеры знать мог? Кто мог их обесточить, кроме родной мышки? Ну что, пожалуй, начнем. А я ничего говорить не буду. Ну, и не надо. Пань, давай, рассказывай. Мне стыдно. Я просто хотела спасти своего коня. Ты воровка. Все слышали? Я ее с деньгами поймала, заперла на чердаке. А взяли почему-то меня, а не ее. Похищение человека – это тоже статья. Она дедовый цацки украла. Я не воровка. Ты сама мне эти браслеты дала. А я больше не боюсь. Я все расскажу. Дрянь! Ты себя за воровство посадишь, поняла? Ань, ты не переживай, ее не слушай. Мы все здесь желаем тебе только добра. Я пришла, как обычно, вечером с творогом и ватрушками от мамы. Деда Лева любил теплые ватрушки перед сном. Все слышали, они деда перед сном тестом кормили, чтобы он сдох пораньше. Я в тот день позже пришла, на конюшне задержалась. Отца умоляла спасти Барзика, а он на мясо, на мясо. Пришла домой, а мамка уже все приготовила для деда Левы. Я и пошла. Дедушка, я вам на столе в гостиной оставила творожок и ватрушечки. Деда, вы где? Деда? Ты? А, Вика, что ты тут делаешь? Ты же в городе должна быть. Тихо. Значит так, ты ничего не видела. На, это тебе на коня твоего? Теперь иди отсюда. Вика, ты его убила? Нет, он давно здесь лежит. Не я, это не я. Иди отсюда, и никому не говори, что ты здесь видела. Иначе я тебя тоже сдам, поняла? Ты пришла, здесь ходила, деда испугала, коллекцию потырила. Кому поверят, а? Ну, кыш отсюда! То есть ты же не понимала, Ань, что браслеты это улики, да? И что тебя с ними все равно поймают. Я тогда ничего не понимала. Я хотела Барсика спасти. Ну, а почему ты в полицию не пошла? Ну, ческолько он тебя не обидел бы? Да что вы пристали к девочке? Ну, испугалась она. Не видите, в каком она состоянии. Мне дедушка говорил, вот помру я, и наступит для тебя время золотое. А оно вон как вышло. Ну что, Вика, теперь тебя послушаю. Да что она говорит? Не слушайте, вы видите, в каком она состоянии? Дура блаженная. Вика, а как вы оказались с своего деда? Навестить приехала. А утром уже приехали еще раз вместе с мамой. А что, мне с трупом нужно было остаться ночевать? Надо было скорую вызов сделать все как положено. Ага, чтоб меня как сейчас, да? На камерах наблюдения в доме видно, как вы вошли. Потом камеры почему-то испортились. А на шкафах есть отпечатки ваших пальцев. Мне дед коллекцию показывал. Вот, мол, наследство твое. То есть вы не знали, что ваш дед завещал коллекцию Ане и ее маме? Галадренки, коровницы! За что, за что им это все? Я его внучка, я! Это мои драгоценности, я их себе и взяла. Как умер вождень? Приехала домой, думала, он еще на тренировке. А он бац и из комнаты выходит. Видел меня с ключами? Так его и переколбасило. Ничего не сказал. Упал и все. Я-то тут при чем? Ну и вы решили Аню подставить. А что она приперлась? Не вовремя. Я ей, главное, цацки в руки сунула, а она и бежать. Вот потеха! То есть ты подтверждаешь, что Аня кражу не совершала, вещи эти ты сама и дала. Ну и что? Почему все ей? Почему ей, а не мне? Как она мне надоела. Можно я ее уже уведу? Да можно, можно. Все, пошли. А на сколько меня посадят? А то у нас скоро зорька отелится. Надо мамке помогать. Да не волнуйся, кто тебя никуда не посадит? Пойдемте, маме отменили. Пошли, пошли. На суде Аня выступала как ценный свидетель. Вика была осуждена и отправилась в колонию. Коллекция профессора по праву досталась Ане и ее матери. Время золотое для них все-таки наступило. Продолжение следует...